Всем привет! Я очень рада видеть вас у себя на канале. Если вы видите в кадре уши, то это Оскар. Я давно не снимала подобного плана видео о своих фаворитах, о своих любимцах, которыми я пользовалась в течение прошлого года. Какими-то меньше, какими-то больше. Здесь, кстати, не только косметика. Здесь некоторые средства по уходу за домом, за телом. Я хотела бы изъединиться сразу со своей красивой руки. Я не знаю, насколько это видно в кадре. В общем-то, это автозагар, который я просто забыла смыть с рук. Я вчера настолько была уставшая, но об этом чуть позже. В начале видео хотела бы вам порекомендовать магазин Pitch Shop. Мне прислали на обзор вот такую вот потрясающую шкатулку. Она трехъярусная. Я вам во вставке покажу, насколько она огромная, кайфовая. Как в нее вместилась вся моя бижутерия и золото. И она безумно качественно сделана. Она очень классно подошла бы на подарок. Я очень рада, что именно я получила такой подарок на Новый год. В свою очередь хочу вам порекомендовать сервис Pitch Shop. Потому что именно там вы сможете найти креативные подарки на любой случай. У нас впереди 14 февраля, 23 февраля, 8 марта. Если вы не знаете, что подарить, заходите обязательно на этот сайт и выбирайте подарки. Я ссылочку оставлю внизу, а также для моих подписчиков данный сервис дает скидку 25%. Поэтому успейте воспользоваться, если что-то вас там заинтересует. Так, давайте начнем с тонального средства, которое я попробовала в прошлом году. И в принципе, что бы я ни пробовала потом, я уже все остальное отложила. И остался только он. Это вот такой вот BB крем от Leol. 50 мл, SPF 50, называется Super Gold Snail. В общем-то, с улиткой, с экстрактом улитки и золотыми ингредиентами. А здесь очень удобная помпа. Этому тональному средству, ну и BB крему, да, полгода, даже больше уже. И здесь еще, наверное, 1 четвертая этого крема. Он достаточно экономичный. У меня, правда, теночек 23. Он достаточно темный для моей кожи. Но когда я пользуюсь автозагаром для лица, он отлично для меня подходит. И именно 23 оттенок, 21, просто мне не удалось словить, когда я покупала. И 23 оттенок, он именно дает такой эффект холеной, красивой, отдохнувшей, чуть загорелой кожи. Я его использую каждый день в поры. Он мне не забил. Данное покрытие, я бы сказала, что оно среднее. Перекрывает покраснения, неровности кожи. Можно варьировать плотность. Вот сейчас у меня появилась кисть от Фаберли, которую я вам показывала в прошлом видео для тонального средства. Вот ей прям этот тон можно нанести тоненьким, точнее, слоем. Таким, ей незаметно. Я очень советую этот крем для, BB крем, для, наверное, комбинированной. Даже для жирной кожи, мне кажется, он подойдет. Давайте про туши, потому что вы меня тоже часто спрашиваете. Кто-то спрашивает на меня, настоящая ли у меня ресница или нет. Нарощенный или нет. Обязательно это подкручивающийся керлинг, по-моему, да, это называется. У меня самый простой какой-то. Я пришла в подружку, схватила. Дальше у меня идет тушь XXL от Luxe Visage. Это супер объем, эффект накладных от ресниц. Если я ее использую соло, то для меня лично этого эффекта маловато. Здесь силиконовая щеточка. Она хорошо подкручивает ресницы, хорошо их фиксирует. Но если я эту тушь наношу на нижние реснички, она очень сильно осыпается. Поэтому соло я ее не люблю. Но как первый слой она мне идеально подходит. Дальше следует Cabaret Premier именно водостойкой. Не знаю, как-то с лета начала ей пользоваться. Мне понравилось, как она фиксирует ресницы. Как она их делает тут прям распахнутыми. Такой веер, вот мои красивые ладошки тут в деле. Сразу акцентные глаза. Мне, в принципе, больше ничего не нужно делать. Есть такой нюанс в зависимости от партии. Я не знаю, с чем это связано. При том, что я покупаю запакованные в целлофане туши. Предыдущие у меня, наверное, месяца 4 я ей красилась. И она подсыхать начала только в самом конце. Эту я купила буквально, наверное, месяц назад. И она уже подсыхает. Тенями все-таки я реже всего крашу сейчас и на работу. То есть это в основном какие-то праздники. Но если я это делаю, да даже, в принципе, на праздники. Чаще всего, мой взгляд, падает вот на вот такую вот палетку от Эльф. Это Matte for Matte. Eyeshadow Nude Mood. Ее заказывала на iHerb. Вот такая вот палитра оттенков. Они все матовые. Собственно, я поняла, что для моих глаз, для моего цвета типа, все-таки матовые тени наиболее актуальны. Для меня здесь большое количество выигрышных оттенков, которыми я пользуюсь практически постоянно. Такой розово-персиковый бледный цвет. Но он очень красиво смотрится, освежает глазки. И очень люблю еще вот эти все три оттенка коричневого. Если вы ищете бюджетную палетку матовых теней, я советую попробовать вот эту. И еще одна у меня палетка от Max Factor. Она в ужаснейшем состоянии. Я вам покажу в макросъемке, потому что я начала ей краситься и как-то неудачно тыкнула здесь все в фиолетовый цвет. И он у меня просто развалился. Я ими часто пользуюсь. Это, в принципе, мне вот этой палитры достаточно для того, чтобы и ежедневный макияж сделать, и макияж вечерний сделать. Очень мне понравилась эта палетка. Мне пришивят, они немножко пылят. Дальше палетка уже для лица. У меня в фаворитах вот такая вот палеточка от NYX Born to Glow. По-моему, в прошлом году я ее попробовала. И это палетка вообще хайлайтеров. Я использую данную палетку как румяна, как хайлайтер и еще как бронзер. Мне очень нравится. Для меня самым любимым оттенком именно в качестве хайлайтера является вот этот цвет. Мне нравится, как он распределяется. Это такое что-то легкое, при этом классно подсвечивающее. Вот этот оттенок я иногда использую в качестве румян. Он опять же идет со светоотражающими частичками, не большие блестки, то есть они незаметны и достаточно деликатно выглядят. А вот этот оттенок, у меня уже тут начинает дырочка там внутри образовываться, потому что я его реально использую очень часто. И это именно в качестве бронзера. Мне нравится им выделять скулы. Если это вечерний макияж или куда-то макияж на выход, то я не могу без стрелочек. Это, скажем так, основополагающий моего макияжа. Поэтому подводка для меня очень важна. L'Oreal Perfect Slim by Super Liner. Это, естественно, черный оттенок. Intensive Black. Подводка с фетровым наконечником. Очень тонкие, красивые стрелочки. Удобно ей прорисовывать и тоненькую, и наслаивать. Мне нравится, что она дает плотный цвет. Мне нравится, что она дает четкие линии. Не надо по 10 раз ничего макрюкать. В принципе, неплохо держит. Я помады одна от NYX в коричневом таком оттенке. Это оттенок 07. По-моему, у него нет названия. Это линейка NYX Liquid Feud. По-моему, так называется. Крем-липстик. Полуматовая помада. Мне нравится, что когда ты ее наносишь, то есть нет вот этого трупного эффекта. И при этом мне нравится, что она выдерживает какие-то перекусы, попить водичку. Она не съедается как-то некрасиво внутри. То есть она как-то равномерно съедается. При этом остается контур. Еще одна помада от Catrice. Это уже матовая помада. Называется Generation Matte. Красно перекрывает губы, пигмент губ. Дает плотный цвет. И опять же, это такое нейтральное. Но это что-то такое розово-коричневое. Но достаточно нейтральное на моих губах. Кстати, она у меня сейчас на губах. Но я не знаю, как передает цвет. Возможно, она ее выбеливает. Так как я решила говорить про все, в принципе, в этом видео. Я хотела бы вам рассказать также про чай Matcha. Этот чай стал для меня открытием. Только ленивый не показывал данный чай. И я все давно мечтала его попробовать. Это такой травяной, чуть с горчинкой. Достаточно насыщенный вкус. И не всем он понравится. Я его пью без сахара. И именно этот я покупала уже в Royal Forest. Он у них недавно появился. Он у меня экономично расходуется. Кстати, бодрит не хуже кофе. Очень рекомендую попробовать. Если вам нравятся травяные чаи, какие-то насыщенные. Для моих подписчиков Royal Forest также дать скидку на покупку в этом магазине. Я ссылку на данный сайт оставлю также внизу и купон на скидку. Я знаю, что многие подписчики мне писали, что заказывают с этого сайта. Поэтому, если что-то будете заказывать, не забывайте воспользоваться купоном на скидку. Давайте я теперь вам расскажу про свои парфюмы. Потому что это то, что в принципе заслуживает внимания. И это то, что действительно я могу выделить из всего многообразия. И это молекула. Одна молекула у меня от S-Parfume. И я давно знакома с этим брендом. И безумно рада, что я с ним знакома. Потому что S-Parfume производит аналоги популярных брендов. Это именно эксцентрик молекула. И здесь флакон у меня 90 мл. Я понимаю, что все, я обалдею от этого аромата. Он и цитрусовый, он и свежий. Да, он чуть отличается от молекулы настоящей тем, что там более вот эта амбра ярко выражена. Дорогой аромат шлейфовый. Это тот аромат, который будет, во-первых, на вас ощущаться. Вы будете его чувствовать. Потому что я не знаю, как у вас. У меня проблема с молекулой. И меня она раздражает в этом плане оригинальной. Что я ее практически не чувствую. Чувствуют все, кроме меня. Я считаю это несправедливостью. Сразу после того, как учу или у меня этот запах, две девочки на работе сразу купили себе 90 флакон. Вот этот большой флакон. И просто не нарадуются. И вот молекула оригинальная. Обожаю эти запахи. Но вот я говорю, загвоздка в том, что я его практически не ощущаю на себе. Ощущают все, кроме меня. Девчонка у меня на работе также купила именно вот эту оригинальную молекулу. И она, короче, нюхает меня, когда за мной шлейф проходит. Я нюхаю ее, когда за ней шлейф. Давайте про волосы. Здесь немного будет, потому что, в принципе, каких-то супер продуктов для себя я не нашла. Мой любимый шампунь до сих пор остается Head & Shoulders. Нет у меня перхоти, но он мне, блин, нравится. Вот такая вот масочка с iHerb. Это марка из Earth Science. Синс? Синс, не помню, как правильно читается. Олива и авокадо. Приятно пахнет. Она достаточно такая жирненькая. И, в принципе, она хорошо мои кончики увлажняет. И мне нравится эффект. Сейчас мы перейдем к уходу уже. Но я все-таки хотела еще кое-какие продукты вам показать. Вот такое вот средство от Faberlic. Это нейтрализатор запаха. Косметика для уютного дома. Нейтрализует и устраняет причины стойких и редких неприятных запахов. Тигареты, мусор, рыба, кошки, туалет, машина. В общем-то, у нас собака. И еще щенок. И вы понимаете, что щенок иногда может в свои дела не успеть донести до улицы. Конечно, сейчас уже эта проблема миновала, но иногда у нас бывают расстройства. И этот щенок может, извините меня, наделать прямо на кухне у нас. Мы можем есть, а он вот прямо здесь надел. А это не маленький щеночек, это ванище. Вот это прямо ванище. Это можно, я не знаю, коворотный рефлекс, все привет называется. Но вот эта штука просто потрясающе убирает запахи на ура. Не как освежитель воздуха, который удушающим своим запахом просто заполняет всю комнату. И ты потом ходишь, чешешься, кашляешь и все в таком духе. А именно нейтрализует. Очень советую. Попробуйте данную вещь. В ходу мы уже продвигаемся. Еще хотела бы вам посоветовать две штучки. О них я уже рассказывала. Крем-ремовер. Я его заказывала на iHerb. Это марка Palmers. Именно для волос. На лице. Классная штука. 4 минуты вы наносите. Да, она немножечко может пощипывать. У меня чувствительная кожа. И я это делаю, процедуру, на ночь. Потом я наношу. Жду какое-то время. 4-5 минут. И затем просто ватным диском протираю сухим. И собираю этот слой. Умываю лицо. И каким-то увлажняющим, успокаивающим кремом. Утром ни следов. Никаких неприятных ощущений. Ничего нет. Супер штучка. Недорогая. Следующее средство. Это автозагар для лица. Вот который виновник моих супер красивых рук. Cent Moris. В капельках. Которые вы добавляете в свой крем. Наносите на лицо. И лицо ваше преображается. Я добавляю 3-4 капли. В свой ежедневный уход. Чуть подсушивает кожу. Для жирной кожи, мне кажется, будет очень хорошо. И идеально. Но дарит безумно красивый, ровный и такой освежающий вид вашему лицу. Да, с эффектом загара. Конечно же, в этом видео я не могу не упомянуть косметику от Елизавета. Потому что мы с ней и сотрудничали. И какие-то продукты я сама покупала. И очень многие продукты, они прям классные. Для меня. И особенно их увлажняющие какие-то крема. Увлажняющие маски. Мои последние приобретения. Это сыворотка. И вот такая вот маска. Аж 150 мл. Здесь такая банка. Точнее, такая бутылка. Она в стекле. Это такое средство на каждый день. И под макияж. И вечером я ее использую. И мне она нравится. И она действительно увлажняет. Моя кожа ее просто съедает. Если мне нужно чуть больше. Я наношу еще больше кожи. Я, кстати, забыла сказать, что она у меня комбинированная. Сейчас склонна больше, наверное, к сухости. И еще вот такая вот маска у меня. От также Елизаветы. Это просто невероятные сливки. Которые тянутся. Все, что идет с улиткой. Да, оно должно быть достаточно таким тягучим. Обожаю эти боди. По-другому их не назвать. Раздаю подругам. Ну, в плане пополам. Потому что их нереально использовать. Я не знаю. Это надо три лица иметь. И каждый день этим пользоваться. Чтобы эту банку израсходовать. Очень приятная на лице. Она не супер быстро впитывается. Но и не оставляет никакой липкости. И мне нравится эффект после нее. Эффект увлажнения. Иногда я ее наношу не как маску. А как крем увлажняющий. Когда мне нужно чуть больше подпитать свою кожу. Еще один крем, который я хотела вам показать. К которому я не питала особых надежд. Но решила попробовать. Это Витапринол. Это регенерирующий крем. Вот так вот он выглядит. Такой вот тюбичек. Здесь 60 мл. Это 100% натуральный органический продукт. Средство на основе экстративных веществ. Из древесной зелени, пихты. Реально подходит при ошелушении сухости трещинок. При воспалительных реакциях зуд покраснения. Активные компоненты здесь фитостерины. Полипринолы, хлорофилл. Крем земляноватого цвета. И у него достаточно явно выраженный запах пихты. И я сначала использовала его на себе, на своих руках. И вы знаете, это просто на удивление бюджетное и бомбическое средство. У меня руки очень склонны к трещинам. Именно вот в этой зоне, когда начинается холода, несмотря на то, что я хожу в перчатках, у меня дико обветриваются руки. И этот крем, в принципе, за 2 дня заживляет мне весь мой ужас, который у меня вот здесь вот творится. И потом я уже решила попробовать его на ребенке. Действительно, кожа становится намного лучше. У меня у ребенка, знаете, кожа как наждачка. То есть вот начиная от рук до плечей. То же самое касается ног. Супер средство. Мне очень понравилось. Я могу вам его посоветовать. Есть оно на Wildberries. Еще в зимний период я постоянно, в принципе, уже, наверное, второй год, а может быть и третий, возвращаюсь к вот этим двум продуктам. Это средство от Эпью. Эту маску я покупаю в подружке. В принципе, ничего особенного. Это ночная маска. Она именно питательная. С маслом ши. В зимний период, в холода, нам нужно кожу именно питать. И вот эта маска реально меня спасает. Я могу ей иногда пользоваться и 2 раза в неделю, иногда и 3 раза в неделю. Сейчас нету прям сильных холодов. У меня нету сильных шелушений. Но вот когда были праздники, когда вот это переедание, майонез, алкоголь, все это сушит кожу, выводит жидкость из организма, кожа у меня лично моментально реагирует. Эта маска стала просто моим спасением. И вот это средство от Mad Hippie. Я его беру на iHerb. Это такое очищающее молочко. По такой достаточно жирной консистенции, разбавляю чуть-чуть с водой и умываю им свое лицо. Оставляю на коже такую жирную тоненькую пленку. Но она не противная. Она действительно вот та пленочка, которая дает защитный барьер вашей сухой коже и действительно ее увлажняет. Красная идет в качестве даже подготовки к макияжу. То есть мне гораздо меньше нужно увлажнять уже свою кожу и как-то питать ее перед тем, как я наношу макияж. Потому что вот эта пенка уже на первом самом этапе дает мне то, что нужно. Еще два средства, которым я в принципе возвращаюсь. Вообще эта марка это Shine 3. У меня это очищающая жемчужная маска. Она с глиной. Редко ее использую, но когда прям совсем пипец моей коже. Мне в принципе хватает, чтобы кожу свою очищать. Бюджетная и еще вот такой вот отшелушивающий гель. Это пилинг гель с авокадо. Это скатка, в общем-то, обычная. Классно отшелушивает кожу, убирает все неровности какие-то, все шелушения. После нее наношу какую-нибудь питательную маску. Супер кожа, отлично выглядит и ничего в принципе мне больше не нужно. Надеюсь, вы не уснули, не заскучали. Все же вам интересно. Последние продукты, которые я хочу вам показать, они также с iHerb и они для, наверное, тела больше. Вот такие вот два средства. Это соль Эпсома. И у меня она с апельсином и геранью. Терпеть не могу герань. В принципе, неплохо пахнет, но слишком концентрировано. Все же, если я буду брать еще что-то, я хотела бы какую-нибудь оригинальную взять или вообще без запаха. Обалденная соль. Эта соль, ну лично для меня, не сравнится ни с какой нашей аптечной. Эффект до и после, он абсолютно разный. Магний, в общем-то, в составе, который расслабляет вас, который успокаивает нервную систему. Также здесь масло оливковое. То есть, принимая ванну, вы встаете уже очень увлажненны. С ней парю ноги иногда, когда мы заболеваем, парю ноги ребенку, принимаю ванну расслабляющую, включаю какую-нибудь расслабляющую музыку, выключаю свет, включаю свечи. Супер вещь для расслабления. И еще вот такое вот масло, магниевое масло от Life Flow Pure Magnesium Oil. И его я купила для того, чтобы снимать усталость ног. Вот это чувство усталости, оно может немножечко щипать, если особенно попадет на какие-то ранки. Оно такой немножко солоноватый какой-то запах имеет. При этом может даже кожа чесаться немножко и может оставлять небольшой белый налет. Но все болевые ощущения просто снимаются на ура. Когда у меня болят суставы, на погоду, да, мне еще нет 30, но я уже с этим мучаюсь. Действительно, очень меня спасает данное средство и мужа моего, когда у него болит поясница. На этом у меня все. Все-таки надеюсь, что видео вам понравилось. Надеюсь, что вы что-то для себя почерпнули. Я постараюсь всю информацию оставить в инфобоксе более подробную. И мы увидимся с вами в новых видео. Напишите о своих любимых фаворитах. Вас очень люблю. Хорошего вам настроения. Пока-пока.